Всем привет, вы на канале СуперКит. Впервые и у меня на руках появился твердотельный накопитель PCI-Express X4 ревизии 4.0. Это модель PX600 от GoodRam на 1 ТБ. Модель выпускается объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1000 ГБ и 2000 ГБ. Заявленная скорость чтения до 5000 МБ в секунду, скорость записи до 3200 МБ в секунду. Ресурс записи TBV 300 ТБ. 3-битная ячейка памяти, размер 2280, гарантия 3 года. На момент покупки стоил 1800 гривен, сейчас уже почему-то дороже. Ревизия 4.0 подразумевает максимальную скорость работы при задействовании 4 линий PCI-Express 8 ГБ в секунду. SSD, которые продаются, имеют скорость от 7000 до 7500 МБ в секунду. Однако все чаще я вижу, что совершенно от разных производителей выходят модели, у которых максимальная скорость работы достигает потолка в 5000 МБ в секунду. Аналогично в ревизии 3.0 максимальные скорости заявляются до 2000 МБ в секунду. Что, как, зачем и почему, непонятно. Ясно лишь то, что это явное удешевление либо памяти, либо контроллера. Тем не менее, даже 5000 МБ в секунду это заметно быстрее, чем максимум при ревизии 3.0. На моей плате как раз есть еще ни разу не пользованный разъем, обладающий соответствующей ревизией. И вот моя плата и этот диск нашли друг друга. Программа CrystalDiskMark показывает результаты, которые переваливают за указанные производителем значения. Особенно заметно по скорости записи. Попутно, пока идут тесты, хочу обратить внимание на рабочую температуру твердотельника. И она заметно ниже, чем у SSD Samsung PM981. Но интересна не только разница в температурах, а и тот факт, что на SSD Samsung установлен радиатор практически сразу после его покупки, еще несколько лет назад. И несмотря на явную помощь в охлаждении своему более старшему коллеге, новый диск заметно холоднее. HDTune выдает график скорости чтения, который также стабильно выше показателя в 5000 Мбайт в секунду. CrystalDiskInfo выдает показатели износа, общий набор характеристик и статистику использования. Как можно видеть, все в статистике по нулям, так как диск новый. Это же подтверждает и Smart Victoria. Тест поверхности показывает идеальное состояние секторов. Как часто в таких случаях и бывает, Гудрам обладает программным обеспечением для своих дисков, через которые можно отслеживать ресурсы SSD, смотреть статистику по использованию, ПО, в котором можно проводить различные тесты по скорости, обновлять прошивку. А иногда, как и в этом случае, в данном ПО еще есть возможность переноса данных с диска на диск, в том числе операционную систему. И не нужно искать не столько программу для этого действия, сколько пароль с лицензией к ней на просторах интернета. А это достаточно непросто и занимает очень много времени. Уже установленную винду с программами именно так и буду позже переносить с основного компа. Единственное, что очень странно, среди показателей данной программы, это тесты скорости, в которых скорость чтения не достигала даже 4 ГБ в секунду, а скорость записи каким-то дивным методом превысила даже планку в 4 ГБ в секунду. Хотя еще недавно отмечал, что диск и так в тестах других программ работает быстрее заявленного. Но программа от GoodRam накидывает к этим показателям еще больше. Переходя к полной записи диска файлами, хочу отметить, что мой SSD M.2 NVMe Samsung PM981 имеет скорость чтения практически такую, какую тестируемый диск имеет скорость записи. Именно так и будет вестись запись. Скорость записи 1,5-1,6 ГБ в секунду, это немало, но в два раза ниже, чем показывают тесты. Такая скорость пробыла при беспрерывной записи около 200 ГБ, это где-то 25% от общего объема. После скорость держится около отметки в 100 МБ в секунду. Данный диск будет стоять в одном из моих компов, так как я немного распродал свои залежи как жестких, так и твердотельных дисков. Первые уходят с молотка вследствие их низкой производительности, вторые из-за низкого объема. 1 ТБ у нового диска вполне достаточный объем. Если бы не архивы видео, мне бы и 512 ГБ хватало, причем с большим запасом. А 1 ТБ перекроет все потребности для неглавного компа. Это я как раз сейчас веду беседу про компьютер, на системной плате которого делал модификацию BIOS, с добавлением возможностей загрузки операционной системы на таких старых компах. Там этот диск будет работать через стандарты переходник в PCI-Express X4. Ревизия слота в нем третьего поколения, поэтому работать на своих максимальных возможностях данный накопитель не будет. Максимальный лимит будет в пределах 3,3 ГБ в секунду. Возвращаясь к скоростям, а также привязываясь к температуре, мне стал интересен момент, не является ли данная температура высокой и не происходит ли падение скорости из-за температуры. Да, она меньше, чем была у Samsung, но ведь и пороги у всех устройств свои. Поэтому я решил установить радиатор. Крепится он с помощью винтов, данный способ крепления радиатора к диску очень надежный. При этом он закрывает диск полностью, оставляя лишь контактную площадку твердотельника, чем исполняет роль корпуса. Я купил пару разных радиаторов, один к этому диску, а второй к другому. В компе места хватает, поэтому решил использовать охлаждение к дискам, ведь радиатор не будет упираться в корпус, в отличие от ноутбука, куда хоть какое-нибудь охлаждение к SSD поставить весьма проблематично. Как можно видеть, температура прилично упала, около 13 градусов. Особенно, если учесть, что в комнате температура около 26 градусов. Поскольку не греться вообще устройство хранения информации не может, то 42 градуса это не так уж и много. Однако на скорость записи падение температуры, очевидно, никак не повлияло. Я диском однозначно доволен. Скорость чтения среди всех накопителей, которые у меня были или есть на руках на данный момент, является максимальной. Объем, больше чем 200 гигабайт за один раз, записывать не планирую. Нравится, что диск не греется. Это особенно актуально тем, кто будет покупать данный твердотельник для ноутбука, так как в случае ноута поставить радиатор не получится. Среди брендовых накопителей имеет достаточно низкую цену. Samsung стоил в полтора раза дороже. В плане надежности не подводил. Пару раз другие модели этой фирмы уже были на обзорах. Оба они прекрасно работают, при том, что первый из них был на обзоре уже более 5 лет назад. По-прежнему ни один накопитель, который я покупал себе, либо кому-то по программе улучшения имеющегося железа, еще не вышел из строя. Хотя, как можно было видеть в одном из видео, некоторые люди, не особо понимая даже, как использовать твердотельные диски, да и память вообще, набивали SSD на 100%. И это еще как-то работало, ведь SSD был системным. А самое главное, такой режим использования никак глобально не отразился на жизненном ресурсе диска. Хотя, даже эта, а также гарантия на SSD в 3-5 лет, по-прежнему, уже лет за 10 массового использования, не убедили сектантов в надежности твердотельного накопителя. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! До новых встреч!